МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Открытый город». Меня зовут Галина Титарчук. Здравствуйте! Комфортная жизнь для чебоксарцев начинается с ухоженных улиц и уютных дворов. Эту идею озвучили многие из тех, кто пришел на встречу. Именно поэтому сегодня муниципальные власти уделяют так много сил и времени благоустройству внутриквартальных территорий. Все хотят, чтобы выйдя из подъезда в своих домов, люди могли радоваться ярким клумбам, красивым детским площадкам, отремонтированным дорогам и удобным парковкам. С каждым годом во дворах становится все больше зеленых зон, обустраиваются игровые и спортивные площадки, проводится ремонт дорог внутри микрорайонов. Причем работы идут активно именно там, где инициативу проявляют сами жители. К счастью, в чебоксарах живут много инициативных и ответственных граждан, которые активно включились в программу формирования современной городской среды. Активисты провели общее собрание, затем все протоколы и документы предоставили в администрацию и обеспечили софинансирование. То есть сами горожане приняли участие в вопросах о бюджетных решениях на местном уровне. Программа стала пользоваться популярностью. Правительством республики были распределены средства между муниципальными образованиями. Чебоксары получили 161 миллион рублей. В 2017 году будут благоустроены дворы по проспекту Девятой Пятилетки, Ивана Яковлева, Ленина, улицы Короленко, Петрова, Совхозная, Хивежская и другие. К формированию проектов подходим дифференцированно. Есть точные решения с двумя-тремя домами, а есть и комплексные территории, в которые входят 12, 14 и даже 16 многоквартирных домов. Предварительно проектирование территории обсуждалось с жителями. До 1 ноября нам необходимо завершить работы в 25 дворовых территориях и на трех парковых территориях. Включить свой двор в программу благоустройства на 2018 год несложно. На сайте города Чебоксары есть баннер, где расписан весь алгоритм действий. Каждый житель может подать заявку на участие в программе. В декабре все документы будут проанализированы. После утвержден график выполнения работ. Масштабная реконструкция будет продолжена. И в следующем году приоритетные объекты выбираются вместе с горожанами. Ряд дизайн-проектов уже подготовлен и находится на экспертизе. В него входят дворовые территории, парки, скверы, общественные пространства. Приведены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение работы в двор. Кроме этого, вне федеральной программы в Чебоксарах продолжается ремонт дворовых территорий. Многие улицы частного сектора приводят в порядок с помощью асфальтной крошки. Тем не менее, в городе остается еще немало проблемных дорог. Мы живем в сторону аэропорта по частному сектору. Мы уже 20 лет ходим по этим колдобинам. У нас нет асфальта. И когда в ближайшее время собираются стелить асфальт по улице Шелеби? И второй вопрос. Возможно ли облагоустройство нашей территории детскими площадками? У нас ближайшая детская площадка – это по улице Низами. Одна единственная на весь южный поселок. Алексей Ладыков предложил два решения проблемы. Если вы готовы оказать финансирование, то мы можем это рассмотреть на следующий год. Также в рамках проекта «Городская комфортная среда». Предоставьте информацию. Что касается ремонта дороги, здесь также нужно отрабатывать с головой района. Я предлагаю рассмотреть вопрос по ремонту асфальтированной крошкой. В этом году мы отремонтировали, как уже сказал, 33 улицы. В следующем году, думаю, что тоже 33 или 30-40 сможем отремонтировать. Всего у нас около 350, наверное, на улице частного сектора, которые нужно ремонтировать. В этом году в Чебоксарах появилось новое место отдыха. Новый центр притяжения – своеобразная визитная карточка – Московская набережная. Чебоксарцы с удовольствием приходят сюда погулять, позаниматься спортом и, что приятно, приводят своих гостей. Я живу в Чебоксарах ровно 55 лет. И прогулкой семейной с детьми мы всегда ходили на набережную Волги. В этом году у меня приезжали друзья с Эстонии, и я с ними прошлась по нашей набережной. Действительно, очень красиво, молодцы, спасибо вам большое. Благоустройство набережной почти в 6 километров будет проводиться в течение трех лет. Вся работы разделены на четыре этапа. Проект мы начали не реконструкция Московской набережной, мы начали проектировать берегоукрепительные сооружения Московской набережной. Все сточные воды, вся ливневка сегодня идет в воду без очистных сооружений. И сегодня, решая экологические проблемы во всей стране, с муниципалитетов требуют строительства очистных сооружений и очищенного сброса воды в реке. И мы в первую очередь решали эту проблему. Мы подготовили проектно-сметную документацию на строительство берегоукрепительных сооружений на стоимость более 1 миллиарда рублей. Мы хотели участвовать в федеральных проектах. Пока эти вопросы отложили, но мы слышали, что председатель правительства говорил о том, что будут выделены средства на решение экологических проблем в Волге. Мы надеемся, что с этим проектом туда войдем. Много вопросов поступило по поводу микрорайона Садовой. Одни из наиболее частых, когда появятся магазины и торговые точки, откроют ли в микрорайоне школу и решат ли проблемы с узкими специалистами в поликлинике. Мы построили поликлинику, сделали, но нет узких специалистов. Мы ездим, это опять энтузиастов. У нас только прием педиатр и анализ. С этим вопросом мы обратились к министру здравоохранения Чувашия. У нас получился в прошлом году микрорайон Садовый, Богданка. То есть мы открыли поликлинику шаговой доступности для данного микрорайона. И перед руководством клиники поставлены задачи поэтапно внедрять туда специалистов. Сегодня мы имеем четыре участка, к сожалению, есть кадровые проблемы. Три участка у нас обеспечены. За счет совмещения, совместительства здесь мы закрываем пока эту тему. Микрорайон сегодня развивается, дальше строятся новые дома. Понятно, задача ставится и открытие еще одного участка. В течение двух лет мы поставили задачу обеспечения кадрами всеучреждения здравоохранения Чувашской республики. Здесь же физиотерапия сегодня, здесь же забор крови, консультативный прием врача-ортопеда по графику узких специалистов. Главным врачу поставлена задача изучить по кадровым вопросам по городам, с привлечением специалистов в других клиник, чтобы здесь максимально закрывать все вопросы по кадрам и доступности узких специалистов. В целом микрорайон Садовый продолжает развиваться и расти. В ближайшие годы здесь появится школа. Проект на 1600 мест сейчас проходит экспертизу. Школа по проекту запланирована двумя корпусами. Один общеобразовательный корпус и физкультурно-оздоровительный корпус. В общеобразовательном корпусе должно быть три блока по проекту. Первый блок – это блок начальных классов младших школьников, второй блок – это блок административно-хозяйственный и третий блок – это блок старших классов. В физкультурно-оздоровительном корпусе будет предусмотрен бассейн большой, один большой универсальный спортзал и два маленьких спортивных зала. В школе в общеобразовательном корпусе предусмотрено 4 лифта малогабаритных. В физкультурном и спортивном корпусе это будет большой бассейн, большой спортзал и два маленьких спортивных зала. То, что корпуса будут объединяться, еще у нас объединяются двумя теплыми переходами по проекту. Этот проект уникальный, он очень действительно современен, на 1650 мест от детей, это хороший комплекс. Родительский комитет 4-й гимназии интересовался, когда засыпят котлован возле их учебного заведения. По поводу 4-й гимназии, тот котлован, который много лет стоит в таком состоянии, хотелось бы узнать вопрос, как дела движутся, будут его засыпать или что будут строить. Есть определенная просьба, год экологии был, мы думали, что все-таки в этом году засыпется котлован, сделать там, разбить парк, хотелось бы его внести, место такое проезжие. Алексей Ладыков обещал, что котлован со временем исчезнет. Там тысячи кубов, больше 10 тысяч кубов, по-моему, нужен грунта. Да, и мы потихоньку его возили, когда была возможность. Сегодня договорились с застройщиками микрорайона Новый город, и оттуда берем грунт, начинаем его засыпать. То есть могли, наверное, засыпать песком, но песок стоит денег, на это нужно выделять средства из бюджета. Мы могли, наверное, объявить конкурсы и выделить также средства из бюджета для того, чтобы засыпать, но не стали этого делать. Просим застройщиков организовать эти работы. На сегодняшний день процесс пошел. После того, как его засыпем, земля еще будет приседать, сразу не получится там построить детскую или спортивную площадку. Но в планах у нас это есть. И совместно с жителями района, с родителями школы, с педагогическим коллективом, конечно, мы обсудим проект этой площадки и ее будем выполнять. Кстати, в этом году у гимназии номер 4 появилась новая баскетбольная площадка. Всего же к началу нового учебного года в Чебоксарах появились пять новых спортивных площадок. Футбольная в школах номер 10, 40 и 61, баскетбольная в школе номер 48 и гимназии номер 4. На строительство данных объектов из городской казны направили 12 миллионов рублей. Приводить в должное состояние остальные пришкольные спортплощадки продолжат в следующем году. Поэтому и крик души родителей 6-й Чебоксарской школы будет услышан. Хочу начать с словом благодарности. Спасибо вам большое, чтобы помогли нам благоустроиться территорией школы номер 6. Убрали в конце концов все гаражи, вырубили деревья. Мы в последующем хотим построить аллею в честь Чапаева, которому непосредственно и присвоено имя нашей школы. Но единственное, в чем я хочу к вам обратиться с большой просьбой. Помогите, пожалуйста, в строительстве спортивного стадиона на нашей школе. Территория позволяет. Таким был этот открытый город в этот раз. Мы приглашаем вас активнее участвовать в жизни столицы. Подобные встречи полезны тем, что они помогают понять, что действительно волнует простых людей. А такой проект, как открытый город, помогает в решении конкретных проблем жителей. Напомню, очередной открытый разговор состоится в ближайшее время. Придите и задайте свой вопрос. Продолжение следует...